Машина не битая, вложений не требует. Такая цена только сегодня. Покупал для семьи или ездил только на работу. Подобных объявлений на просторах интернета огромное количество. А тех, кто в спешке приобрел себе такое авто, тоже немало. Евгений Кожин купил Сузуки Эскуда два года назад. И на протяжении всего времени мужчине приходится ремонтировать свой автомобиль. То пороги гнить начали, то редуктор с ходовкой под замену. В результате все сэкономленные при покупке денежные средства ушли на устранение дефектов. Поехал друг и супруга. Посмотрели данный автомобиль, скидку сделали. На подъемник не загоняли. Но это была моя ошибка. И потом, когда я приобрел данный автомобиль, после того, как его подняли на подъемник, было выявлено ряд недостатков. Проверять машину в сервисе – это важнейшее условие при покупке поддержанного авто. Если человек плохо разбирается в автомобилях, он вполне самостоятельно может изучить кузов на очевидные недочеты. Эти данные скажут о многом. Например, под солнцем все детали должны быть одного цвета и гладкие. При запуске на панели не должны загораться лишние значки. Обратить внимание следует и на подушку безопасности. Открыв капот можно проверить наличие клипс, трещин и заломов. Двери, крылья и пороги обязательно проверьте на наличие ржавчины. Если визуально машина в порядке, пора приступать к более детальному изучению транспортного средства. Разобраться в этом поможет специалист по автоподбору. Я сейчас подключил диагностический сканер компьютера автомобиля для того, чтобы проверить машину на наличие ошибок. Можно посмотреть ошибки двигателя, ошибки по тормозной системе, также коробка передач. Это все делается, в принципе, быстро, можно сказать, экспресс. Условно, за одну минуту можно выяснить какие-то ошибки. Толщина меры и дистанционные программы, проверяющие состояние двигателя, все это снижает риски купить повидавший многое автомобиль. Просматривая объявления, обращайте внимание на дату публикации. Если машина, которая, по словам продавца, в идеальном состоянии, но при этом долго не продается, следует насторожиться. Не ленитесь переходить в профиль продавца на сайте. Там может оказаться много фейковых объявлений. Это значительно сэкономит вам время. Но самое главное здесь не торопиться. Кроме самой машины, изучать надо и документы. На портале Госуслуг через сервис проверки транспортных средств следует посмотреть историю автомобиля на наличие ареста, ограничения или обременения. Сделать это можно по номеру рамы, кузова или государственного знака. Проверять надо и паспортные данные продавца, чтобы исключить третьих лиц. Еще один совет – производить оплату после регистрации машины в ГИБДД. Подводные камни бывают и в договоре купли-продажи. Многие не прописывают полную сумму, чтобы не выплачивать налог. Конечно же указать в договоре купли-продажи полную стоимость автомобиля, так как если в дальнейшем окажется, что машина какая-то криминальная, либо была продана недобросовестным продавцом, в суде будет уже проще вернуть ту полную сумму, которая будет указана в договоре купли-продажи. Допустим, не 10 тысяч, а миллион, либо 800 тысяч. Бывалые автолюбители советуют покупать машину на аукционах в азиатских странах. Такие авто гарантированно будут в надлежащем состоянии. Перед отправкой машины на аукцион инспекторы выписывают все недостатки – от царапин до когда-то скрученного пробега. Культура вождения совсем другая. Они редко превышают скорость, потому что у них штрафы большие. У них оригинальные масла. У нас, допустим, в России из-за этих всех санкций очень много подделок. У нас постоянно реагенты. Постоянно в машину летит мелкие камни, абразив, экология. Именно так и поступил Евгений. Молодой человек подошел к выбору очень тщательно. Хотел приобрести автомобиль, начал поиски автомобиля здесь и на материке, то есть Владивосток, Хабаровск, какие-то ближайшие города. Но, как показала практика, что все эти автомобили биты, с большим пробегом, либо продавцы недобросовестные скрывают какие-то повреждения, которые были, или вообще те вложения, которые необходимы. Это далеко не все причины выбора иностранного рынка. Рост цен на отечественном стремительный, поэтому люди предпочитают подождать пару недель и получить свой автомобиль мечты, про который действительно можно сказать – сел и поехал. Если у вас 900 тысяч рублей, вы хотите купить машину здесь, в рынке, вы не купите 100% целый автомобиль. Целый, не ржавый, с нормальной историей, вы не купите здесь. Вам проще его купить с Японии. Это будет автомобиль, который будет ездить только по дорогам в Японию, он будет в идеальном состоянии по технической части. По кузову, конечно, могут быть какие-то замечания, потому что эта машина, она не новая, это БУ, это все должны понимать, если вы берете БУ, что автомобиль. Также можно с аукционом привезти и новый. Ну а если и ваш выбор пал на аукционный автомобиль, лучше обратиться в специализированную компанию, где вся работа сотрудников прозрачна.